Здравствуйте, уважаемые друзья, дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психофарм ТВ, который всегда на вашей стороне. И мы продолжаем разбирать взгляды различных психиатров, забавных шарлатанов, психологов на шизофрению. И сегодня мы будем говорить о Веронике Степановой, психологе, очень известном блогере, и ее взгляде на неврозоподобную шизофрению. Ну, кто такая Степанова, я думаю, что вы знаете. Она клинический психолог, она является медицинской сестрой, видимо, проживает в Мексике и консультирует пациентов по скайпу. Ну, она решила рассказать о неврозоподобной шизофрении, а что из себя эта самая неврозоподобная шизофрения представляет? Вы уже знаете, что вялотекущая шизофрения, она же неврозоподобная, она же психопатоподобная, она же Гоша, Гена там и так далее. Это фейковый диагноз, который в основном предназначен для больных с любыми психическими расстройствами, но без бреда и галлюцинаций, которые просто плохо лечатся. Ну, кто это заключение считает спорным, пожалуйста, посмотрите наши ролики по поводу вялотекущей шизофрении. Итак, господа Степанова решила рассказать нам о фейковом диагнозе. Ну, казалось бы, мы должны с пены у рта начать опровергать все положения психолога, но мы этого делать совершенно не собираемся. Почему? Потому что рассказ идет о фейковом диагнозе, то есть она хочет рассказать нам о том, чем отличаются неврозы от фейка. Поскольку фейка не существует, то, собственно говоря, и рассказывать-то особо не о чем. Но мы решили использовать вот этот ролик для того, чтобы рассказать о проникнуть во внутренний мир самой Вероники Степановой. А почему мы это можем? Дело в том, что фактически рассказ о фейке, о фейковом диагнозе, о заболевании, фантазийном заболевании, придуманном заболевании, это нечто вроде проективной методики. То есть человек как бы фантазирует на заданную тему, и когда человек фантазирует на заданную тему, то он как бы раскрывает себя, он проговаривается, он говорит о том, что его волнует, он много может рассказать о себе. Итак, когда Вероника Степанова рассказывала о неврозоподобной шизофрении, что же она нам рассказала о себе? Слушаем первый ролик. Прошу прощения. К невротике. Им всем кажется, что, ну, многим, что именно про него сказали, что у него там жопа толстая, что именно про него сказали, что он как-то одет некрасиво, да? Итак, очевидно, ну, я не буду повторять глупости, которые говорит госпожа Степанова, но, в принципе, понятно. То есть госпожа Степанова говорит, что для человека очень важна внешность. Конечно, она использует для этого некие площадные выражения, но, в принципе, понятно. Внешность для человека очень важна, она должна быть презентабельной. Следующий ролик. Во-первых, он был сам по себе неряшлив. То есть у него было такое вшивое гнездо на башке, непонятно, когда он себя мыл в последний раз. У него была какая-то вся вот эта его рубашка засаленная, какие-то там сотянутые грязные, вонючие штаны, там, стоптанные тапки. То есть он был очень неопрятен при своих ошпаренных в кровь ручках. На этих ошпаренных в кровь ручках у него были длинные ногти, неподстрижные, под которыми, соответственно, тоже уже и тараканы, может быть, уже бегали. Вы видите, как она описывает этого человека. Вы даже явственно себе представляете этого человека. Он грязен, он неопрятен, он вызывает раздражение, он вызывает недовольство. Все потому, что, очевидно, самой госпожи Степановой милее гораздо люди чистоплотные. Да и, видимо, сама она чистоплотности уделяет очень большое внимание. И так у нас есть еще одно качество, которому этот психолог уделяет большое внимание. Следующий ролик. Прошу прощения. И страх у него был такой. Я боюсь быть замурованной заживо. Ну как замурованной ты боишься быть заживо? Ну вот я боюсь, что вот я иду по улице, и я могу замуроваться в эту стену и оказаться вот в этой стене. То есть, понимаете, навязчивые мысли могут быть самые разные. Но здесь эта мысль, она совершенно нелогична. Вообще никак. Но замурованной заживо ты в любом случае никогда не можешь быть в дом, причем еще. Итак, вы видите, как она протестует против отсутствия логики. Нелогично же, что можно быть замурованным в стене дома. И вот это отсутствие логики, вот это вызывает у Степановой ощущение, ну скажем, такого, что надо противодействовать с этим, надо очевидно бороться. Это говорит о том, что этот человек действительно очень и очень любит логику. Надо вам сказать, что очевидно, что госпожа Степанова не смотрит также голливудских фильмов. И это тоже ее хорошо характеризует, потому что есть фильм о замурованной в стене, где, в общем-то, как раз о такой ситуации рассказывается. Поэтому у человека, который мог этот голливудский фильм посмотреть, у него, конечно, могут быть такие страхи. Но в целом, если мы подытожим этот блок, то можно вспомнить слова Чехова, что в человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. То есть он должен быть чистоплотен, он должен быть внешне опрятен, он должен быть хорошо одет, и у него должны быть в порядке мысли. То есть это, в общем-то, говорит о психологе очень и очень хорошо. А вообще, испытывает ли господа Степанова какие-то отрицательные эмоции? Послушаем. Те же самые ритуальные молитвы, господи помилуй и так далее, они носят своего рода на какой-то вот именно такой ритуальный навязчивый характер, в принципе, да? Но они имеют какую-то логику. Ну, например, мы боимся за своих близких, или же там за свое здоровье, за какое-то благополучие. Конечно, она живой, нормальный человек, и, видимо, иногда она думает о благополучии своих близких, о их здоровье, беспокоится за них. То есть это, в общем-то, нормальные абсолютно страхи и опасения любого живого человека. И здесь, я думаю, что мы не откроем ничего нового. Но вот что более интересно, а откуда возникают вот эти страхи? Почему у Кашпазы Степановой такие вот переживания по поводу своих родственников и близких? Возможно, это связано со следующим. Второе у этого названия – белотекущая шизофрения. Американцы все это вообще не воспринимают. У них подобной диагностики, значит, подобного диагноза не существует, потому что они настолько толерантны, настолько боятся клеймить человека, что даже если ты ему скажешь, что мой муж разгуливает в Нью-Йорке голый, кричит ку-ку-реку и кидается какашками, к примеру, да, то ему, то психиатры вам скажут – ничего страшного. Возможно, это какие-то отголоски какой-то личной трагедии. Может быть, кто-то в окружении госпожи Степановой, может быть, какие-то родственники бегали по Нью-Йорку голыми, разбрасывали кал, она обратилась за помощью к психиатрам и не получила никакой помощи. Ну, представьте себе, ведь это же действительно очень и очень тяжелая вещь, когда мой родственник, вы видите, вот как этот супергерой, с голой задницей бегает по Нью-Йорку, а ты не можешь никакой помощи получить. То есть, видимо, какая-то достаточно тяжелая травма, еще раз говорю, это, конечно, мое оценочное суждение, у госпожи Степановой имеется. Какой же жизненный урок вынесла она из этой ситуации? Послушаем следующий ролик. Потому что бомжи – это не что иное, как психиатрические больные, которые не могут о себе позаботиться, и о них обязательно должно заботиться государство. Только они должны находиться на принудительном лечении. Ну, понятно, что речь идет о бомжах, но, в общем-то, конечно, дострой мыслей этого выдающегося психолога понятен. Как можно больше пациентов нужно отправлять на принудительное лечение. И тогда у нас в голове выстраивается действительно хорошая последовательность. Кто-то пострадал в ее окружении, пострадал, в частности, из-за мужчины, который бегал по Нью-Йорку. И, конечно, его лучше на принудку, потому что психиатры в Соединенных Штатах не хотели им заниматься, не хотели его заклеймить. Итак, что же мы можем сказать, что же мы можем подытожить? Прекрасный человек, который следует утверждению Чехова, что в человеке все должно быть прекрасно. Этот прекрасный человек, видимо, пострадал, и из-за этого страдания вот такие могут быть резкие высказывания. Поэтому мы призываем, ну, в общем-то, отнестись к психологу Степановой со всем сочувствием. Ну, и вот здесь я нашел в интернете такую фразу. Женщины могут научиться всему зарабатывать деньги, водить машину, растить детей, сажать деревья. Для этого нужно лишь одно – неудачно выйти замуж. Я не совсем согласен с этой фразой. Женщина может и зарабатывать деньги, и водить машину, и растить детей, и сажать деревья, и строить дом без всякого мужа. Но, конечно же, я думаю, даже феминистки на меня не обидятся, если я скажу, что плохой муж может здорово повредить в жизни. Спасибо вам за внимание.